Объем выдачи зарплатных кредитов российскому бизнесу вырос в 10 раз экономика на Цепроекты. 15 часов 20 минут, 17 апреля 2020 года объем выдачи зарплатных кредитов российскому бизнесу вырос в 10 раз. Эльвира Намиулина Фота, Ирина Бужор, коммерсант объем выдачи зарплатных кредитов субъекта малого и среднего предпринимательства, МСП, вырос в 10 раз по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Намиулина в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС, по ее словам, доля одобренных заявок составляет 30%. При этом Намиулина отметила, что зарплатные кредиты под 0% для бизнеса пока идут слабо. Учитывая, что по расчетам запрос на эту программу со стороны МСП и пострадавших секторов должен составлять около 20 миллиардов рублей в месяц, выданные сейчас 1 миллиард 100 миллионов рублей это, конечно, крайне мало, сказала глава ЦБ. Она добавила, что ожидается увеличение числа банков, подключенных к программе кредитов на зарплату, сейчас их 5, а неделю назад было 3. Прежде всего мы ожидаем подключения к этой программе региональных банков, подчеркнула Намиулина. Российские банки с 8 апреля начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, чтобы предприятия могли выплачивать зарплату сотрудникам. Размер выдаваемых предприятиями МСП средств определяется при учете численности сотрудников и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев. Получить беспроцентный кредит могут предприниматели, проработавшие не менее первого года, внесенные в реестр субъектов МСП, а также ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, которые были признаны правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Продолжение следует... Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись, как спастись от коронавируса. Старайтесь не выходить из дома без необходимости, зачем это нужно. Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет, это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах, зачем это нужно. Кашля или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки, зачем это нужно. Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытью рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, зачем это нужно. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены при кашле и чихании и прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания, как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью, зачем это нужно? Повышение температуры, кашля и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь Ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона Горячая линия Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 Горячая линия Роструда 8 800 707 88 41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы 7 495 870 45 09 Источник – Всемирная организация здравоохранения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова